Всем привет, дорогие друзья из Солочной Калифорнии! Октябрь на дворе, погода шепчет! Что у вас происходит с погодой? Ну а у нас сегодня на тесте два мега популярных кроссовера Mercedes GLK 350 и Audi Q5 Оба автомобиля 2013 года и мы начинаем! Погнали! Авто на заказ предоставляет услуги по пригону автомобилей США Подбор, покупка, логистика Авто на заказ ваш надежный партнер Итак, начнем с Audi Q5 Автомобиль Q5 B8 В этом кузове начал выпускаться с 2008 года и уже обновился в 2012 Поменялась немножко здесь фары, решетка В принципе, кузов автомобиля остался прежним Автомобиль оснащен двухлитровым мотором турбо, 240 лошадиных сил и разгон до сотни примерно 6,4-6,6 секунд Также хотел отметить, что у автомобиля 94 тысячи миль пробег и в этом видео, опять же, хочу поговорить с вами о автомобилях с высокими пробегами Так как многие из вас боятся автомобиля из США с высокими пробегами вы постоянно ищете какие-то тачки там, найди мне автомобиль 35 тысяч миль 50 тысяч миль максимум чтобы там было 50 тысяч километров на нем Ребята, если покупать автомобили из США именно с Калифорнии я уже неоднократно показывал, что эти автомобили под нищем просто как новое Если за автомобилем нормально ухаживали вы поймете, что можно пригонять тачки 100 тысяч, 150 тысяч миль американский потому что здесь автомобили обслуживаются совсем по-другому ездят по другим дорогам живут вот в таком климате сейчас октябрь как бы и дай господи нам дождя у нас просто чистое небо дождя уже здесь не было очень много-много-много месяцев Автомобиль просто обслужен поменено масло было я смотрю здесь поменены колодки, поменены диски как бы по автомобилю вообще нареканий никаких нет Единственное, что это базовая комплектация здесь не было задней камеры я естественно установил заднюю камеру и CarPlay от компании Cars Gadget мы это посмотрим, я покажу чуть позже так просто в принципе автомобиль в хорошем состоянии Итак, что же нам предоставляет JLK Этот кузов выпускался с 2010 года по 2015 год с 2010 по 2012 была дорестайлинговая модель там немножко убогая торпеда стоит старое радио если бы я смотрел эти автомобили то нужно смотреть год 2013-15 то есть у нас стоит там уже обновленное радио стоит обновленная торпеда и как бы можно там получить дополнительные плюшечки под капотом у нас V6 3.5 литра, 300 лошадиных сил разгон до сотни в принципе тот же самый, где-то в районе 6,5 секунд но динамика разгона у Audi чувствуется то есть даже как бы по паспорту они одинаковые вроде бы но разгон динамики на Audi чувствуется гораздо бодрее в базовой комплектации JLK идет задним приводом за полный привод вам нужно будет немножко доплатить у Audi в базе вы получаете Quattro фирменное полноприводное шасси по расходу у них отмечают они 20-30 миль на галлон то есть 20 в городском, 30 на фривее по расходу топлива опять же эти автомобили одинаковые и будьте готовы заправлять этот автомобиль 91-95 бензином по пробегу у этого автомобиля 116 тысяч миль пробегу опять же автомобиль не нуждается ни в каком сервисе он пришел как есть небольшой дитейлинг и автомобиль в принципе готов к эксплуатации либо продаже как бы на моем опыте такое происходит перед продажей кто-то сделал ему сервис опять же поменены тормоза, поменены колодки ничего не горит, как бы все нормально конечно, когда вы покупаете автомобиль с аукциона либо с рук, я в любом случае всегда советую сразу же поменять масло либо вы вам только показали квитанцию что масло было недавно поменено что касаемо комплектации у этого автомобиля это опять же базовая модель но было добавлено несколько плюшечек у нас добавлен электрический электрическая крышка багажника добавлена обновленная мультимедиа с 7-инчовым экраном это больше экран, где есть навигация он немножко лучше, там ярче и есть блютуз подсоединение у Audi Q5 у них есть блютуз подсоединение только для телефона звонить но вы не можете играть музыку но опять же не беда, так как у обоих автомобилей и тут и там установлен CarPlay от компании Cars Gadget и уже как бы у вас все полностью беспроводная связь с автомобилем вы садитесь, телефон автоматически подсоединяется и у вас появляются карты, аппликейшены, приложения, музыка, радио как бы все-все-все-все что угодно а, ну так же в этом автомобиле было с заводом добавлена задняя камера ну, если обратите внимание здесь установлена опять же передняя камера от компании Cars Gadget то есть в автомобиле теперь есть почти, ну не 360 в зеркалах тут ничего не установлено но как бы есть обзор спереди и сзади в базовой комплектации у вас идут обычные галогеновые фары вы можете, опять же, за дополнительные деньги можно было добавить сюда другие фары более обновленные, ксеноновые в общем, просто такие варианты вы можете искать на аукционах если найдете обращайте внимание, что есть двух типов фары по опциям у этого автомобиля это что ни на есть абсолютно базовая комплектация премиум у нас стоит концерт-радио у нас есть руфрейлинги стандартно у нас есть панорама Sunroof крыша панорамная, большое стекло и система Quattro никаких дополнительных вещей не было в стандартной комплектации вы получаете настоящий кожаный салон электрической крышки багажника тоже в этом автомобиле нет то есть нужно открывать рукой и это, конечно, напряжно когда уже к этому привыкаешь крышка довольно-таки тяжелая особенно девушке, если ездить как бы, ну, надо будет заниматься одна из хороших вещей на Q5 стоят большие зеркала в них очень хорошо видно по сравнению, если с JLK там они более компактные и нужно привыкать смотреть по сторонам здесь в эти зеркала вообще проблем нет смотреть очень классно они такие, ну, массивные для этого автомобиля абсолютно разные автомобили если Audi у нас, он более такой зализанный да, такой более плавной формы то у Mercedes здесь более такой квадратный ну, то есть, если даже вот сопоставить JLK, это как бы G-класс и он такой более квадратный ну, практически, можно что-то сказать младший собрат от Геленвагена ну, так, если просто пофантазировать даже, по-моему, как бы на гелике те же самые зеркала боковые выглядят, по крайней мере, так же само тоже такой очень острый угол лобового стекла он неплавный ну, даже когда внутри сидите это тоже заметно, что у вас лобовое стекло практически вертикальное но из-за того, что у него квадратные формы там даже вот как-то чувствуется, что багажник более вместителен но, несмотря на кубообразные формы JLK, все равно Audi Q5 выигрывает по объему в салоне тут даже визуально видно, что и багажник больше и сам салон, даже когда я сижу сам за собой на заднем сидении гораздо просторней ну, как мы видим, если здесь разложить еще заднее сидение то автомобиль превращается просто в такой нормальный полноценный SUV на самом деле машина очень практичная и это такой автомобиль, который я бы хранил бы в семье на все случаи жизни и корсит поставить, с ребенком поехать и что-то привезти просто такой универсальный автомобиль Q5, недаром он самый популярный самый продаваемый в Америке если посмотрим в салон JLK то, как мы видим, здесь он как-то мельче, что ли ну, не такой вот здесь проем гораздо меньше и плюс до сидения расстояния меньше ну, ненамного я бы не сказал, что там просто какая-то огромная разница но даже как бы визуально вы здесь замечаете что мы видим здесь у нас еще под ковриком есть запаска то есть тут тоже как бы такой небольшой отсек где какие-то мелкие вещи, в принципе, можно положить сверху запаски ну и, в принципе, все хотел обратить ваше внимание, что автомобиль 14-го года ну, даже смотрите, пленочку не ободрал насколько здесь ездил педант, берег этот автомобиль я ее так же снимать не буду оставлю уже следующему покупателю этому автомобиля чтобы он порадовал итак, давайте рассмотрим салон этих автомобилей что нам предлагает GLK? как я уже сказал, здесь стоит торпеда, очень похожая на E-класс тот же мультимедиа NTG 4.5 здесь стоит довольно-таки удобная и здесь, кстати, она быстрее работает, чем на NTG 5 который стоит на C-шке, на 205 нормально переключается здесь вот у вас такой есть джойстик, что вы переключаете у вас здесь нету переключалки как в обычном автомобиле здесь все вынесено на руль, тоже очень удобно здесь вот такой вот сделали, типа, а-ля бардачок здесь прикуриватель пепельница и там какую-то мелочевку положить двухзонный климат-контроль очень классные вентиляционные шахты которые удобно направить как бы в любое положение хорошо читаемый дисплей он такой уже как бы подустаревший старый дизайн но, тем не менее, он такой чувствуется как классика, типа какие-то швейцарские часы включалки в свет в авто можно поставить режим память сиденья в таком древнем стиле оно как-то сделано квадратно но, тем не менее, удобно сюда дотягиваться и включать это такая мерседесовская тема когда у вас вынесено сюда что мне нравится в этом салоне это то, что комбинация светлого с таким темно-коричневым торпедой опять же на любителя вы скажете но, тем не менее, здесь смотрится оно как-то дорого-богато если бы черный салон был было бы скучновато а так здесь то, что он такой квадратноватый светлый салон светлая крыша чувствуется очень просторно светло ну, как-то вот свободно и тепло мне нравится здесь находиться поэтому я сейчас выбрал ездить на этом автомобиле пока он у меня есть понаслаждаться чем-то новым чем ездить на ауди уже как бы мне там реально надоел этот интерьер из фишек здесь есть кнопки телефона я не знаю, кто этим пользуется и как этим пользоваться честно говоря, даже не пытался я не хочу разбираться ну, возможно, здесь нужно какую-то сим-карту вставлять чтобы звонить ну, это конечно, блин смешно уже на данный момент здесь у нас бардачок здесь есть кабель куда подсоединить телефон если у вас такая необходимость есть бардачок среднего размера здесь что-то я вижу есть регулировка воздуха охладителя можно там если вы хотите охладить бутылку с водой у вас кондиционер будет дуть в бардачок также нету компартмента куда положить очки вот это вот беда потому что постоянно очки у вас где-то валяются в подстаканниках и могут легкостью зацарапаться ну, и давайте переместимся назад я вам покажу сколько места когда вы сидите сзади ну, например, как бы под меня я метр восемьдесят три и сейчас вам покажу какое там расстояние остается между моими коленями и передним сиденьем ну, я вмещаюсь и смотрите ну, если я вот так вот совсем прижмусь к задней спинке то, в принципе ну, как бы если какой-то нечестный блогер показывал сказал бы да тут смотрите еще, блин, кулак можно засунуть вы-то его засунете но вам нужно сидеть просто как пионер под 90 градусов если, как обычно вы расслабитесь вам нужно ехать то нужно ноги, конечно, расставлять тут, ну, вообще место на дальнее расстояние здесь ездить будет супер некомфортно ну, либо, как бы нужно отодвигать переднее сиденье и просить водителя сдвинуться в принципе, вот сидите и нормально вот именно наклонка задней спинки она прикольная здесь спинка наклон спинки не регулируется сиденья тоже по длине туда-сюда не ездят также вот замечание то, что третьему человеку здесь, ну, будет вообще дико некомфортно у нас здесь свет лампочки обычно не элодишки можно уже поменять на элодишки отделка салона здесь очень прикольно все мягенько здесь здесь жесткий пластик но он как бы в самом низу и так выглядит в принципе цивильно кожаным отделано здесь на подлокотнике где локоть тут вставка дерева ну, вообще отлично и так ауди моя ауди ну, я уже наверное начинаю уставать немножко про нее рассказывать потому что настолько много я снимаю эти обзоры тест-драйва и постоянно ауди и постоянно это все одно и то же меня уже ауди даже начинает немного докучать просто уже становится скучно вот реально скучно потому что никакого вау-эффекта как бы уже этот вау-эффект данным давно прошел эйфория единственное что меня сдерживает и нравится в этом автомобиле это как эти автомобили ездят и ведут себя на дороге но все равно тем не менее давайте я немножко расскажу здесь у нас черный салон черная кожа настоящая панорамная крыша здесь у нас на крыше давайте сразу же пойдем что у нас есть куда очки положить органайзер бардачок у нас тоже среднего размера у нас подсоединитель телефона здесь где торчит кабелек для нашего карплея здесь мягкая торпеда вставка под дерево квадро в других комплектациях можно здесь вставки под серебро типа получить у нас здесь обычная стоит мультимедиа это ауди концерт нет у нас крутилки ммай ну тут все элементарно двухзонный климат-контроль из приятных вещей потому что и даже есть однозонные но здесь уже вот в этих комплектациях базово уже шел двухзонный климат-контроль здесь есть обогрев сидений и это идет стандартно в этой комплектации в принципе довольно таки удобный руль опять же просто старый дизайн уже немножко надоевший циферблат хорошо читаемый но у нас здесь еще стоит такой как под тетрис белого цвета центральный вот дисплейчик уже когда вы ставите ммай систему он идет цветной по центру здесь же он еще такой просто белого цвета горит реально просто как на нокий какой то тем не менее там все удобно хорошо читаемо тоже к этому особо нареканий нет у нас везде мягкие материалы ручки тоже кожи обшиты мягко прям даже чувствуется он тоже такой типа твердый пластик ну вот вы наверное меня понимаете есть твердый пластик но он сделан такое ощущение когда вы за него беретесь он приятно как прорезиненный короче хорошего качества пластик внизу слабое звено у этих автомобилей это этот подлокотник он со временем начинает скрипеть разбалтывается тут хотя еще он не сильно разбалтанный но бывает когда как-то на него облокачиваетесь вот этот вот такой и и и в принципе ребят никаких проблем заменяемыми там запчастями нет если он там даже поломается 50 долларов можно купить другой подлокотник с более новой машины вставил и поехал поэтому опять же проблем или там переживания что там же как бы старая машина ну я думаю что про это это как бы минимум что вы должны переживать теперь размещаемся на заднем сидении здесь и что мы видим место не намного больше но здесь вот реально я два пальца могу хотя бы всунуть плюс что у нас здесь есть у нас есть вот такой рычажок и можно двигать заднее сидение сейчас он конечно на самый зад мы его отправили но например вы хотите сделать больше места в багажнике то вы просто отодвигаете переднее сидение теперь он там просто еще наверное сантиметров 10 больше плюс у вас ручка есть здесь и у вас двигается наклон спинки вы тоже так же вы можете регулировать здесь находиться двоим комфортно троим ну с маленьким ребенком как бы вы здесь будете ездить нормально чтобы тут в троих троих взрослых посадить опять же как бы это будет такой будет дичайший дискомфорт на дальнее расстояние на короткое расстояние вы может быть и проскочите но здесь прикольно что у вас панорамная крыша цельная и в джелке есть тоже но она не панорамная она как бы с двух ключков и они как бы так одновременно шторки раскрываются а здесь у вас получается одноцельная такая как бы более больше пространства что ли у меня ребенок кайфует когда крыша открыта это чисто только для задних пассажиров и так далее первым на тест-драйве у нас будет ГЛК 350 всегда что мне радует в мерседесах у них очень хороший радиус разворота но сразу хочу отметить что руль здесь более затянут чем в ауди к ауди мы конечно вернемся позже но просто как бы мое замечание по c-классу и вот в этом автомобиле что у них как и педаль газа и руль почему-то туже вот настройка совсем другая автомобиль довольно таки вот по ровным дорогам ведет себя очень хорошо но начинаете делать какие-то маневры он валкий крины у него появляются по обзорности из-за того что у него такой вот кубикообразной формы в салоне очень хорошая обзорность на гелике ни разу не ездил но тут даже прям такой вот какой-то угол лобового стекла чем-то может быть закос под гель я в гелике только сидел но вот ощущения те же единственно что здесь вы сидите ниже более как в городском обычном легковом автомобиле из-за того что опять же кубикообразная форма салон кажется очень просторным светлый салон мне блин нравятся светлые салоны из-за этого салон кажется просторней гораздо светлее здесь еще светлая крыша светлое сиденье бежевый у нас хедлайнер панорамная крыша она разделена на две части ну типа будем ее считать панорамной два люка типа того один открывается второй нет шторками это все закрывается но в автомобиле очень светло здесь такой темно-коричневый оттенок кожи на руле и на самом на самой торпеде комбинация кстати очень похожа как на порте 150 на моем вот тоже те же тонах опять же некоторые скажут что коричневая коричневый цвет на любителя мне кажется что смотрится дорого-богато и как-то необычно пока есть возможность покататься на чем-то новеньком езжу на этом мерседесе хотя по ходовым характеристикам ходовым качествам мне конечно же ауди более симпатичная но мы к этому вернемся чуть позже у нас несколько настроек как бы не то что несколько две у нас есть кнопка эко-мод и как бы обычный эко у вас вы будете экономить там что-то не знаю что он экономит этот мотор не слишком экономный он поглощает где-то в пределах 22 миль на галлон мы сейчас вам это все переведем динамика у автомобиля ну так сказать вообще никакая он просто едет рассчитывать на него что это будет какой-то спорт абсолютно нет здесь стоит обычный мотор по-моему там называется 272 в 6 распространенный автомобиля у нас 115 1700 ну почти 116 тысяч пробегу но он едет блин ну как новый просто вот он пришел с манхейма или с одессы я не помню на каком аукционе его купил и вот он не требует ничего дитейлинг тут такой сделали легкий почистили салон и все немножко задувает ветер у тут уплотнителей слышим как бы вот уже при скорости 100 км в час поддувает немножко воздух ну в целом в принципе тихо в салоне как бы претензий к этому автомобилю особых нет если вам нравится такой дизайн если вы фанат мерседеса go с песней приобретайте такой автомобиль ездит он неплохо опять же это переключалка скоростей здесь удобная которая просто прокайфовал от этой штуки когда пересаживаюсь на другие машины просто я по ошибке всегда дергаю эту как бы дворники хочу переключить потому что к этой штуке реально привыкаешь удобно ну и изюминка здесь конечно карплей от фирмы carsgadget который я здесь установил здесь уже в этой комплектации стояла задняя камера я добавил только переднюю камеру теперь есть передняя камера задняя камера там когда нужно она включается автоматически либо ее можно включить мануально в тот момент когда вам нужно но карплей конечно удобная вещь так как у вас все с телефона туда передается вы тут просто джойстиком крутите включаете свои песни любимые это можно сделать миролинк вообще с телефона видео играть туда и так далее как бы ну это отвлекаемся от темы здесь у нас память сиденье есть настройки сиденья также выведены сюда здесь вот еще тот случай когда я говорил что они так выполнены по колхозному и не очень мне нравится как они здесь выглядят эти кнопки но тем не менее к ним удобно всегда дотянуться потому что вчера ехал на форде 150 и решил подправить сиденье и там ну вообще просто нужно как-то руку вот так вот вывернуть чтобы туда долезть и настроить сиденье если у вас какие-то часы либо вы в куртке в толстой ну как бы у вас будут проблемы с этим ну так в целом как бы я говорю обращайте внимание JLK тоже очень хорошая машина именно если вы ищете практичность они есть полным приводом есть заднеприводные полноприводные чуть дороже как обычно там на 1000 на полторы дороже будет но тем не менее классная машина и так сейчас нахожусь за рулем Audi Q5 и сразу ребят хочу вам сказать вот все забываешь про этот вот скучный дизайн как бы потому что что в автомобиле важно удобство и как он едет я не знаю почему как они это сделали но этот автомобиль просто плывет я не могу сказать что тут самая плавная подвеска то есть такая серединка золотая серединка но педаль газа легонько нажимается как легко плавно крутится руль идет накат я нажал отпускаю машина продолжает просто сама катиться у него такой свободный ход просто вам нужно сесть чтобы это понять каждый человек просто там ему что-то нравится он влюбился по картинке и там всю жизнь добивается этого автомобиля потом его купил ездит и радуется и думает что это лучший автомобиль в его жизни ну или там например пересел там с какой-то лады калины и купился иномарку и такой вау это бомба но когда вы просто поездили на многих автомобилях я для себя выбрал именно ауди другие выбирают мерседес им нравится как ведет себя мерседес ну ауди едешь и балдеешь 2 литра турбо холстеров ну а communic Greco литра это по цифрам по паспорту смотришь они абсолютно одинаковые должны быть но почему-то этот автомобиль реагирует гораздо быстрее подрулевых лепестков в этом автомобиле нет удобное расположение круиз контроля по поводу шумоизоляции опять же не самая лучшая но не самая худшая обычная хорошо здесь, хорошо ведет себя нормально, обзорность хорошие автомобили, как я уже заметил хорошие зеркала, оттормаживается автомобиль тоже с легкостью, не чувствуется веса в этом автомобиле, вот по управляемости что Avant что Allroad Audi что Q5 как-то не одинаково рулятся, не чувствуется каких-то кренов валкости, что он тяжелый, в Mercedes это ощущается в GLK, он накреняется, в этом автомобиле он ведет себя как легковой автомобиль, но вы при этом все равно сидите чуть-чуть выше, у вас полный привод и еще и большой багажник как я вам показывал немножко в этих сиденьях не хватает боковой поддержки, здесь стоят обычные сиденья не спорт пакет, а более такие плоские сиденья, для людей которые поплотнее, здесь будет как раз самое оно, ездит он конечно гораздо круче, чем GLK просто на голову на голову выше GLK вообще ребят, ну и самое главное, давайте поговорим про цены этих автомобилей понятно, что это автомобили с чистым тайтлом оба автомобиля без проблем для американского рынка в такой ценовой категории просто отправлять так, как они есть сейчас, за такую цену просто невыгодно в другие страны но если вы будете искать автомобили битые вы можете посмотреть на сайте Bitfax.info по чем эти автомобили продаются 2013-2014 год среднячок если найти то можно находить это от 5,5 до 7000 долларов это в таком нормальном состоянии чтобы можно было что-то там отремонтировать и не было слишком затратно что касаемо автомобилей под ключ ну просто как бы есть правило, как быстро посчитать на пальцах просто умножаете цену автомобиля на 2 в Украину это вообще идеальный вариант я когда отсматривал Q5 про джилки не могу сказать но я думаю, что ситуация похожая Q5 2011 года то есть даже не 2013 года а до рестайлинга где фарки еще другого типа другая решетка стояла с пробегом больше 100 тысяч например, там если вы берете автомобиль 126 тысяч там где-то 125 тысяч пробегу 2011 года я видел с чистым тайтлом автомобиль абсолютно чистый не битый не крашеный можно брать за 6,5 7,5 тысяч долларов это автомобиль, который уже вы его погрузили здесь там в Одессе разгрузили сели и сами с Одессы поехали домой калифорнийский, если найти он будет не гнилой не вообще просто как в идеале как вариант, ребята рассматривайте такие автомобили единственная проблема что эти автомобили находятся на аукционах Манхейм, Одесса на каких-то дилерских аукционах закрытых где у вас нет доступа самому посмотреть поэтому если вы заинтересованы в приобретении такого автомобиля напишите нам на автоназаказ.ком форму скажите, я хочу я слышал Евгений рассказывал в видео есть такой вариант у меня есть бюджет 7 тысяч долларов на покупку автомобиля потому что не забывайте за 6 вы его выиграли 6,5 у вас где-то будет 500 долларов сбора аукциона поэтому как бы бюджет на покупку такого автомобиля будет 7 тысяч баксов плюс 500 долларов наша комиссия доставка и так далее растаможка поэтому я говорю берете цену автомобиля умножаете на 2 получаете его там по выходу то есть если купите его за 7 он у вас обойдется ну или там за 6,5 мы его выиграли он у вас обойдется где-то в 13 в Одессе уже растаможенный сели и поехали поэтому по ценам еще раз повторимся что за 5,5-7,5 можно брать моложе года но битый вариант либо брать постарее побольше пробег и вот брать например не битую тачку потому что уже рынок немножко сейчас другой уже нужно искать какие-то автомобили постарше побольше пробег потому что цены на аукционах поднялись и уже тех цен халявных которые вы помните там год назад их уже как бы нет и наверняка не будет в ближайшее время здесь автомобиль ухожен на станции техобслуживания от официальных дилеров когда автомобиль под лизингом лизинговые автомобили просто стимулируют людей возить на дилерство чтобы их обслуживали там потому что это бесплатно поэтому автомобили здесь обслуживаются и народ как бы за ними следит единственное да мы видим что американцы не очень иногда опрятно относятся к салонам автомобилей главное что меняют масло и отличные дороги что ходовая здесь не убивается и днище не ржавеет вот это вот важно в общем это видео получается уже такое немножко затянутое но надеюсь было информативно для вас вы поняли для себя что из себя представляют эти оба автомобиля и за какую цену их можно покупать с вами был Евгений Сулейма компания Автоназаказ и мы с вами увидимся уже в новом видео до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok